Слава Господу, братья и сестры! Мы имеем сегодня великую милость от Господа в том, что мы дети Божьи, в том, что мы спасенные. Спасенный человек – это человек, который рожден свыше. Никто не может увидеть Царство Божье, если он не будет рожден свыше. Так сказал Господь Иисус Христос однажды одному Учителю Израильскому по имени Никодим. И у нас это есть. Аминь. И слава Богу, вас хотел, родил Он нас словом истины. И поэтому, друзья мои, сегодня мы все с вами возрожденные люди. Дай Боже, чтобы я сейчас говорил правду. Потому что я вашего сердца не вижу. Раз. А вы моего не видите. Два. Ну, верите, что я верующий или нет? Я верю, что вы верующие. Но сердца мы друг друга не видим. И, друзья мои, я абсолютно не удивляюсь, если на этом месте есть люди, которым еще надлежит и должно родиться свыше. А как вы думаете насчет наших деточек, миленьких, хорошеньких, драгоценных? Они родились в наших семьях. Значит ли, что они родились автоматически рожденные свыше? Не, 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 не значит. А что значит? А значит, что когда наши дети, с помощью нас, как родителей, дойдут до определенного возраста, когда они смогут это все понять и разуметь, им надо прийти к ногам Иисуса Христа, сказать, Господи, я родился от плоти и крови, но мне надо еще родиться от Духа. И принять Иисуса как Спасителя, покаясь о своих грехах, и в тот момент пережить возрождение. Дети, что вы знали, это вам слово. Кто не понимает, пусть вам переведут. Это одна великая Божья милость, друзьями, которую мы имеем с вами. Рождение свыше. Настолько Бог богат и милостью, что Он нам еще больше дает. Вы знаете, друзья мои, что получить спасение – это одно дело. Получить спасение – это дело одной молитвы. Молитвы покаяния, как я уже сказал, молитвы, мы называем молитву грешника. И сидел в зале грешник, вышел наперед, покаялся, пошел в святой, оправданный Богом. Вот так быстро? Так быстро. Но, братья и сестры, сохранить спасение – это совсем другое дело. И когда мы с вами получаем спасение, кто как-то, ну, за секунды, минуты, то сохраняем наше спасение, совершаем наше спасение, сколько? А сколько живем на земле? И дай Боже всем нам дойти до цели, потому что мы сейчас пока еще на земле. Потому что нам еще вот этот голос, как некогда, одной там было сказано, или одним людям – не останавливайся на этой дороге. Назад не оборачивайся. Твоя цель впереди – спасай душу свою. Аллилуйя! Но некоторые останавливаются. Некоторые оборачиваются. Некоторые думают, что там еще кое-что забыли. Некоторые со временем понимают, а там вообще-то лучше было. Там было более интересно. И так дальше. Всякая беда бывает с людьми, случается. И не все люди доходят до Ханаана. И некоторые костями своими, друзья мои, легли где? В пустыне. А для нас это написано, как образы. Для нас это написано, как наука, чтобы мы не были похотливы на зло, как те, о которых мы с вами здесь считаем, были похотливы. Дай Боже нам дойти. И для этого произошло то, что сегодня мы говорим. Второе. Бог по нашим с вами возрождению еще нас крестил Святым Духом. Слава Богу! Но, друзья мои, самому спастись, кто может? Кто может спастись? Человекам это невозможно. Но Бог по великой милости, благости, доброте, к моему, к твоему сердцу. Он настолько хочет, чтобы мы дошли до цели. Он настолько хочет видеть нас на небе больше, чем мы его там хочем видеть. Вы знали или нет? Хотя мы хочем, мы желаем, но он больше хочет. И для этого, друзья мои, сестры и братья, Бог дал нам от Духа Своего Святого. Слава Богу! И сегодня мы уже не сами идем. Сегодня мы уже не сироты. Господь Иисус сказал ученикам, я вас с сиротами не оставлю. Приду к вам. А потом говорит, я от вас уйду. Или вас это лучше. Я не знаю, что думали эти ученики, но я знаю, чтобы я подумал на их месте. Как это для меня лучше? Три с половиной года я не имел никаких проблем. Три года. Не имел никаких проблем. У меня было все. У меня было все хорошо, нормально. Я так хорошо прожил. Мне так с Господом было хорошо. Здесь Он заявляет, что я от тебя уйду, и тебе это лучше. Как это лучше? Как это лучше? Но я по сей день уверен, что Он знает, что нам лучше. А мы не знаем. А мы думаем, нам можно сделать так, так и так. Бог говорит, что ты просишь, ты горы на беду, на голову свою просишь. А с другой стороны, мы думаем, ну только бы не это, только бы не так. А Бог говорит, так это же тебе на пользу будет. Тебе это будет благословением. Поэтому Он знает, что мне лучше. Поэтому я молюсь, Господи, да будет воля чья? Твоя воля. Она не всегда мне понятна. Она не всегда легко мне воспринимается. Но так, как хочет Бог для твоей моей судьбы, так лучше. И аминь на этом. Слава Иисусу. Пусть Бог нас ведет. Друзья мои. И Господь говорит, я уйду. Но я вас сиротами не оставлю. Приду к вам. Знаете, ну по-разному. Ну, приду. Кстати, мы ждем пришествия Господа Иисуса Христа. Правда? Но как вы думаете, Господь Иисус Христос имел в виду, что я через так две, там с чем-то тысяч лет к вам приду, не бойтесь, сиротами не будете. Ну, кто ж только живет. Он придет. Но о чем имел Господь Иисус в виду? Когда мы с вами вспоминаем Рождество Иисуса Христа, мы читаем или цитируем такое место. «Великое благочестие тайна». Бог явился во плоти. И Бог, явившийся во плоти, во плоти прожил на земле израильской 33 года. А потом в этой же плоти взял на себя грех мой и твой, болезни и проклятия мои и твои, и занес на голгоф. И там его жизнь во плоти закончилась. И перед этим Он сказал ученикам, «Я от вас уйду, но сиротами не оставлю, приду к вам». Итак, друзья мои, Божий период жизни во плоти, во плоти Господа Иисуса Христа, Он был такой. И закончился голгофой, и воскресением, и вознесением. Но когда Он уже должен был возноситься на горе Лионской, Он там им тоже сказал, «Вы не отлучайтесь от Иерусалима. Ждите, я вам обещал. Я помню, что я вам обещал. Я знаю, что я вам обещал. Не отлучайтесь от Иерусалима. Ждите обещанного, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько времени, дней, будете крещены Святым Духом». Друзья мои, «И поднялся Господь Иисус Христос, и облако взяло. И остались эти братья наши, как сироты. Но Господь обещал, «Я сиротами вас не оставлю». И они, послушные, будучи Божьему Слову, возвращаются, идут в Иерусалим, находятся в той горнице, и день, и я думаю, что даже и ночь, они молятся, и они ждут, что нам Бог обещал. Они ждут, они молятся, они о Нем думают, они о Нем вспоминают, они Его прославляют. И при наступлении дня Пиотидесятницы. Все они были единодушно вместе. И написано, внезапно. Внезапно небо так зашумело, что так еще никогда не шумело. Сделался шум, как бы от несущегося сильного ветра. И вдруг, братья мои и сестры, открылось небо на той горнице. И великая Божья сила, великий Святой Божий Дух, третья Личность Божества пришел на то место. И знаете, как это называется? Это называется «Дети, я здесь». Аллилуйя. И я сказал, что не оставлю, не оставил. Я здесь. При наступлении дня Пятидесятницы великая благодать. Господь Иисус во Святом Духе снова пришел к своим верным рабам, рабыням, сыновям и дочерям. Слава Богу! Друзья мои, Он очень добрый. Он очень великий. Он очень верный. Он благословенный. Он пришел. И, братья и сестры, когда они там исполнились Святым Духом, они поговорили на иных языках, потом вышли, и началась новая эпоха жизни их на земле. И так говорят, богословы, мы не против, что это был момент, когда Господь явил свою церковь миру. Потому что раньше Он говорил Петру, Петр, ты камень, на всем камне я создам, в будущем создам. А в день Пятидесятницы этот камень по имени Петр вышел. Вот то, что недавно там переслужанка не знала, куда деваться. Вышел, и будучи исполнен Святым Духом, и сказал им уже братья и отцы, а теперь внимание сюда. Проповедует раб Божий Петр, исполненный Святым Духом. Другой Петр, абсолютно другой Петр. И началась другая страница жизни и апостолов, и впоследствии церковь Господа Иисуса Христа жила, росла, и все это, братья и сестры, пришло к нам. Да. Две тысячи лет там, плюс-минус, к нам пришло. Братья и сестры, Бог так позаботился. И я не раз об этом думаю. Я всех люблю или стараюсь. Я никого не хочу осуждать, но я очень благодарен Богу, что я родился в том селе, где в том селе была Пятидесякническая церковь. Вы знаете, что это за церковь? Это церковь, которая верит всему Евангелию Иисуса Христа и учении о крещении Святого Святым Духом в том числе. Потому что есть разные. Есть так, понимают, есть так, понимают, кто как понимает, то как понимает. А я рад, что я родился там, где так понимают. И меня так научили, и я так принял, и я понял, что это правда. А вы? И сегодня, братья мои и сестры, мы там себя, ну, не называем, там никак не афишируем. Мы любим Дух Святой. Он с нами есть, Он в нас есть, Он говорит, Он действует, и мы хотим, чтобы этого было еще больше. И помоги нам в этом Господь. И я благодарен Господу, друзья мои, что мы сегодня это имеем. Вы примите силу, сказал Иисус. На земле есть разного рода силы. Я уже про ту плохую не говорю, про нормальные. Есть физическая сила. У каждого своя. Кто-то может ведро целое с водой поднять, а кто-то половину. Ну, у каждого своя сила. Есть сила интеллекта человеческого, сила разума, есть сила характера. Все это есть на земле. Но, братья мои и сестры, я уже сказал, чтобы спасти всего этого абсолютно недостаточно. Абсолютно. И Иисус говорит, вы примете силу, когда на вас сойдет Дух Святой. Дорогие братья и сестры, знаете, о чем я думаю и верю, что вы согласны с этим? Мы живем в очень тяжелое время. Мы живем в такое время, нас всегда любили, а сегодня по-особенному начинают любить. Мы живем в такое время, друзья мои, когда мы мусор будем для этих людей и народное тело, от которого надо избавиться. Мы сегодня об этом уже слышали. Братья и сестры, мы живем в такое время, и, кстати, это всегда было, церковь всегда была в оппозиции этому миру, и мы сегодня с вами в том числе. Как устоять? Как пройти? Братья и сестры, насколько нам сегодня нужна сила Святого Духа? Насколько нам сегодня с вами надо исполняться Святым Духом. Вы знаете, я в последнее время замечаю тенденцию, она так очень тоненько идет по христианстве, и все стараются апеллировать к коринфянам. Вот послушайте, что там апостол Павел говорил, языками там, стараются языки чуть-чуть там им свое место найти где-то возле, в Коцурке там где-то. Стараются дары там где-то тоже объяснить по-своему. И говори, и смотрите, говорят апостол Павел там все на местах, апостол, братья и сестры. Когда я читаю послание апостола Павла к коринфянам, то я понимаю, что там этого было намного, ну, настолько много, что надо было уже делать этот порядок. Назовите мне сегодня церковь, христианстве, где уже пророкам надо сказать, слушай, вы хоть давайте не все вместе, давайте по очереди пророчествуете. Братья и сестры, где эти линии стоят? Где так сегодня говорят языками, что уже надо сказать, случайно, можно выдавать потише. Братья и сестры, я не знаю, как понимаете вы, я как понимаю, так говорю, я думаю, что мы живем такое время, что надо говорить, братья и сестры, давайте молиться. Кто-то забыл уже, что такое молиться иными языками, что такое исполняться Святым Духом и пригреваются где-то там возле коринфян одарованных. Ну, надо всюду к порядочке. Я за порядок. Должен был порядок. И это все нас в Писании учит. Но, братья и сестры, духовная наша сегодня с вами ситуация, она не столь блещет. Ее надо поднимать. Ее надо поднимать. И Бог нам дает это время. Дает Бог нам это время, и я думаю, что оно придет. Я думаю, что оно близко. Я немножко изучал, ну, слушал, читал историю Пятидесятнического движения нас, в наших славянских территориях. И вы знаете, замечают, братья и историки, такую деталь. Перед великим гонением всегда была великая вспышка пробуждения. Всегда. И об этом никто наперед не знал. Бог дает пробуждение, Бог дает дары, Бог поднимает, Бог обновляет, люди это все принимают, через немножко раз и приходит гонение. И те церкви, которые не приняли учения о Святом Духе и о крещении, в основном, или многие из них, потерпели очень сильно. Но там, где было действие Святого Духа, друзья мои, там была совсем другая атмосфера и ситуация. Братья и сестры, я и вы вместе, мы за Дух Божий и Святой. Что мы читаем из Слова Божия? Мы читаем Деяние апостола, 19 глава и 1 стих. Во время пребывания полоса в Коринфе Павел, пройдя в верхние страны, прибыл в Эфес и найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовав? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Они прожили какое-то время, они какое-то время были учениками, апостол Павел приходит, их находит, задает им вопрос, а они говорят, а мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Я вспоминаю тоже из Деяния апостолов, есть другой момент, когда братья апостолы послали Варнаву в Антиохию, проведут в церковь. И там так написано, что Варнава пришел в Антиохию, пришел в церковь и написано, увидев там благодать Божию возрадовался и убеждал их всех держаться Господа искрым сердцем. Это один пример, одно посещение нашего брата церкви. И другой пример посещения, который я сейчас прочитал. Один приходит, только зашел, приступил порог церкви или дома, где они там собирались, и написано, увидел благодать Божию, что это? Стулья красивые, колонки, микрофонки, что это? Он увидел Божью благодать, глазами увидел. Что-то там, видать, происходило? Наверное, там так как-то интересно они себя вели? Наверное, у них такое интересное собрание было? Наверное, там действовал Дух Святой, там эта благодать, которую он увидел, она действовала. Там было это видно, и это было слышно, и понятно. И возрадовался апостол. О! Так держать, братья. Ну, приходит другой апостол к Коринфянам сюда, в Эфес. В Эфес вправо-влево посмотрел и говорит, вы Духа Святого приняли или нет? Что такой вопрос сразу? Откуда такой вопрос взялся? На какой основе Павел задает этот вопрос этим людям? Братья и сестры, вы мысль понимаете, я надеюсь. Тут уже не про Духа Святого. Тут посмотришь, некоторые церкви я недавно, недавно смотрел. Пока проповедовали еще ничего. Свидетельствовали неплохо. Но когда дальше началось, вы знаете, вопрос тоже появляется. И уже не про Духа Святого, а хочется спросить, вы Бога хотя бы знаете или нет? Если знаете, то что ты в штанах рваных пришла на сцену? Вы хоть страх Божий, вы хоть люди верующие, или нет? Не на пустом месте такие вопросы рождаются? Называют себя христианами? Но, друзья мои, появляются вопросы. И апостол пришел, говорит, посмотрел, говорит, вы Духа Святого приняли или нет? Говорит, вот эта заява, она всегда меня немножко удивляет. Говорит, а мы даже не слышали, что есть Дух Святой. А, ну ясно, понятно. Апостол Павел им объяснил, рассказал, помолился, положил руки, и на них сошел Дух Святой так, как сошел День Пятидесятницы, так, как сошел День Корнилия, так, как сошел на меня, так, как сошел на тебя, со знамением иных языков. И вот эти братья, они загуляли на их языках и запророчествовали. Я думаю, им дальше было веселее жить, не, как вы думаете? У их дела лучше пошли дальше или нет, церкви? Я что-то думаю, что лучше. Я думаю, что им было очень скучно до этого жить, а после этого им было хорошо, потому что, братья и сестры, сто процентов уверен, что с Духом Божьим Святым хорошо, лучше, несравненно лучше. Поверьте, пробовал и так, и по-другому, и знаю, как лучше. Но вопрос, приняли ли вы Духа Святого веру? Может быть, нас сегодня надо спросить, я уже не говорю, что кто-то скажет, что мы не знаем, что Дух Святой есть. Мы знаем, что Он есть. Но принял ли ты Духа Святого? Уверовал? Уверовал? Хорошо. Возрожден свыше. Прекрасно. Но Духа Святого принял или нет? Если принял, дальше пойдут другие вопросы. А если не принял, стоп, надо принять. не купить, не вымолить, выпросить, потому что вымолил уже Иисус, говорит, я пойду и умолю Отца, Он вам даст Духа Святого. И вымоливать, Он уже это сделал. Тебе надо верой принять, принять Святого Духа и радоваться. И по жизни с песней в Господе Иисусе. Если не принял, если не принял. Ну, а если найдутся такие, которые скажут, yes, принял. следующие вопросы, друзья мои, на этом тоже все не останавливается. Если ты принял Святого Духа, то, а исполняешься ты Духом Святым? Не все те, что приняли, исполняются. Не все. Почему? Потому что нехорошо себя ведут. Потому что не хотят исполняться. Если ты принял Духа Святого, исполняешься ли ты Духом Святым? Говоришь ли ты на них языках? Переживаешь ли ты наполнение Святым Духом? Пламенеешь ли ты Духом? Духом пламенеете. Господу служите. Есть это у тебя? Следующее. Водим ли ты Духом Святым? Друзья мои, Дух Святой для нас это великий путеводитель. Великий путеводитель. Я первый раз на земле живу и не знаю, как здесь жить точно. Мой отец не успел мне тоже рассказать. Но Дух Святой Он знает, как идти, как двигаться, как жить, как поступать, где взять вправо, где влево, где тормознуть, а где наоборот прибавить скорость. Дух Святой знает. Дух Святой знает. И благословен и блажен тот человек, который, друзья мои, Водимый Духом Божьим Святым. Есть люди Водимые, первое, разумом. Неплохо нам Бог дал разум, что мы им пользовались. Но не всегда помогают, правда? А иногда мешают, правда? Есть люди, которые, написано, они Водимы чем? Похотями. Есть люди, которых похоти водят, как на шнурку собачку. Есть люди, которые Водимы разными грехами. Но есть люди, которые Водимы Духом Святым. Слава Богу! Вот это нам надо. Вот это нам сегодня надо. И пусть Господь всех нас обильно благословит, поддержит, поможет нам. Братья и сестры, мы, крещеные Святым Духом Божьим, мы должны жить и ходить и гореть Духом Божьим. Гореть Святым Духом. Об этом я должен позаботиться лично о себе, а ты лично о себе. Аминь? По-молбси.